А здесь вот таким образом. Всё, мы готовы. Но это первая часть, первая часть. Следующий момент. Три, два, один! Обалдеть, я на море! Мне кажется, что здесь змей. Боже мой, смотрите, какая красота. И настал тот день, когда приезжают сборщики. Я собралась Дэнни испечь торт. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, сегодня у нас была такая интерактивная сказочка с очень много крупы. В общем, и я сама моторику подразработала немножко. Ну, была с Дэнькой, потому что без меня к новым людям как-то очень редко когда. Поэтому я с ним была, всё наблюдала. Понравилось, прикольненько. Итак, в гостях у нас мама Чоли. И пока мы с Дэнькой были на интерактивной сказочке, а что она нам тут приготовила? Я в итоге синенький оставила, а она приготовила мою любимую икру. Вообще, так классно. Нас всего два часа не было. А уже, смотрите, у нас икорочка здесь. Вот что значит мамочка в доме? Ой, боже мой, комбасик. Люблю мою маму. Она такая послушная, послушная, хорошая доча моя. Такая улыбается. Ты хорошая. Сейчас, короче, покушаю. Я собираюсь сегодня. На свадьбу пригласили меня. Я вообще не планирую там сильно много снимать. Вообще думала камеру с собой не брать. Вот. Но хочется просто отдохнуть, расслабиться. Деньку оставляю маме. В общем, детей там особо не будет. Все взрослые. И мы девчонками как-то вот. Будет у нас свой столик с девчонками. Вот. И как-то проведем время. Отдохну, расслаблюсь. Выпью. Так что посмотрим, что удастся снять. Тем более там будет много чужих людей. И может быть кто-то и не захочется оказаться где-то во влоге. Да, поэтому так чуть-чуть может подсниму и все. Посмотрим, короче, что удастся. А так я собираюсь. И какая красивая я буду. Это я вам точно покажу. У нас дома прям это кинотеатр и зарядка. И фитнес-клуб. Мама вот лежит смотрит сериал. А Деня тут зарядку делает. И не разрешает главное никому повторять. Я, в общем, пока собираюсь. Сейчас буду укладывать волосы и краситься. Пока в промежуточках. Пью кофе. Кстати, хотела показать. Вот я посушила сейчас. Вообще не укладывала волосы. И вообще их даже не вытягивала. Просто верх ногами посушила. Расчесала. Вот так вот они выглядят. Не уложенная совершенно. Лохмач, да? Так, а вот немножечко уложила. Буквально по контуру. Тут немножко завернула. Тут. Ну и сзади точно так же. Причем только на две части. Вот верхнюю часть и все. Среднюю даже не трогала. Ну и в принципе уже более-менее легло. Но вообще я хочу поднакрутиться. Сейчас сделать пряди. Фу, и накраситься. Ну что, мои хорошие. Я собралась. Пойду вот в этом костюме. Я его как раз еще ни разу не выгуливала. Дэня тут, как всегда, у меня на фоне. Одела. Не буду показывать, какую обувь. Ну, короче, такие полуботиночки. На самом деле просто это самая высокая обувь, которая у меня есть. И платформа, и все. Чтобы у меня, ну вот прям впритык, видите, не телепались брючки по полу. Ну, сейчас уже нет времени. Я такая, все всегда в последний момент, мне хочется одеть этот костюм. И подшивать времени нет, поэтому то, что у меня там вообще и брюки, не видно. Вот. Сделала прическу, в принципе, мне нравится, кстати, как эта прическа смотрится вот. Просто накрученная на, ну поняли, да, на плоску. Вот. Здесь у меня... О, господи. Я просто запарилась уже. Внизу у меня топ одет. То есть, если будет жарко, хотя на улице сейчас очень холодно, если честно. О, вот это надо обрезать. Короче, вот так вот завышенная талия, вот так я выгляжу. Сейчас обрежу, и все. Я уже мчу, беру сумочку с собой маленькую, деньги, ключи, телефон, камера, и все. Ну что, мои хорошие, я пришла. По дороге купила вот такой букетик вот, корзиночку. Я знаю, что очень много ваз нужно будет, да, я думаю. Очень много цветов будет, поэтому взяла корзинку, которая, ну, по цвету, чтобы она мне гармонировала. И невесте, конечно же. Вот. И нежные, красивые розовые цвета. У нас невеста сама нежность. Вот. И что хотела сказать? А, чтобы стояли цветочки уже и не вяли, да, и чтобы не нужно было искать вазу. Сейчас жду Полину и Катерину. С Москвы приехала Катерина на свадьбу. Вот. Вместе будем заходить. А мне еще они должны конвертик, конвертик взять цвета, который мне нужно. А то у меня не очень конвертик, мне не нравится. Хочу другой. Так что жду их. Вот так, как, ну, образ. Все, мы готовы. Мы с Миночкой уже на местах. Ну, это первая часть, первая часть. Следующий момент, знаете какой? Миру уже пловут. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. Я сегодня в день года на персональной фирме через настоящую любви и чувства. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. Ну что, мои хорошие, пока свежи мои воспоминания о сегодняшней свадьбе. Ой, что могу сказать? Ну, первое, это свадьба, которая меня вечно вводила в слёзы. Очень трогательно, всё очень трогательно. Особенно трогательно смотреть на родителей, бабушек, дедушек, которые все присутствовали на свадьбе парами, крепкими семьями, долгими семьями. Да, уже столько у нас сейчас как-то неактуально так долго находиться. Нет, это всегда, конечно, актуально, но это редкость. Вот, это редкость. И когда там 51 год вместе, бабушка с дедушкой, это, конечно, очень круто. Очень круто. И всё меня трогало. И вот когда они танцуют, когда они говорят пожелания, я всё время плакала. Меня всё время всё очень трогало до глубины души. Мира всё время тоже плакала, тоже всё её трогала. Она такая же сентиментальная, как и я. Я просто раньше не видела так, чтобы она плакала много. Ну, такой день, конечно, события. Я разделяла. Разделяла её радость реально. Вот всё через слёзы выходило. Вот. Свадьба красивая, невеста красивая. Все молодцы. Очень классная атмосфера дружеская. Я совершенно не заметила. Знаете, бывает вот... Ну, бывает, вы же знаете, да, попадаешь в какую-то компанию новую, люди новые. И бывает там какой-то дискомфорт. А кто-то не так... Кто-то не так посмотрит, да, там. Кто-то ещё... Вот абсолютно вообще. Я цеплялась взглядом со многими людьми. И честно вам скажу, прям вот... Ну, всё идеально. Просто идеально. Очень классно. И ребята классные, молодые, девчонки. Вот все реально классные. Никакого не было вообще вот... Ни капельки дискомфорта. Вот. Очень всё классно было. Ну, и мы с Полинкой повеселились. И с Катей познакомилась. Скейт, крас. Вот. Очень всё классно. Сейчас уже начало первого. Они ещё тусят. Мира ещё переодеваться собирается. Ещё кто-то поехал переодеваться, тусить. Но я хочу уже под бочок к своему малышу. Вот. И... В общем, я хорошо провела время. Всё очень красиво. Всё очень вкусно. Желаю им долгой, долгой совместной жизни. И чтобы у них было всё круто. Я желаю мире, как просто всем девочкам на свете, я реально желаю найти того самого человека. А если нашли, то чтобы он оказался тем самым человеком, который сделает вас по-настоящему счастливыми, как женщин. Это, на самом деле, большой подарок в жизни. Это большая заслуга самой себя. Это... Как будто, когда ты чувствуешь себя полноценной и счастливой женщиной. Просто у тебя есть мужчина, который тебя поддерживает. Это очень дорогого стоит. Это тоже большая редкость в наше время. Поэтому я искренне всем этого желаю. Вот. Ну, а Диме, соответственно, я смотрю вообще на всех мужчин, честно, через призму того, что у меня растёт мальчик. И когда-то тоже он будет жениться, когда-то он вырастет, да. И я буду та самая мама сидеть на свадьбе. И я вообще как-то вот ко всем мужчинам отношусь немного как к детям. Особенно после появления вот ребёнка у меня, тем более мальчика. И в каждом вот таком парне, да, я вижу когда-то маленького мальчика. Вот такого, как у Денька у меня сейчас, да. Который вот так вот растёт, который вот любит маму, обнимает, да. Который показывает где-то свой маленький характер, там ещё что-то. А потом вырастает вот таким мужчиной. Но в душе они всё равно дети. И я искренне всем мальчикам, ребятам, мужчинам, какие бы они сильные ни были, я им всем тоже желаю счастья внутреннего, стержня, силы, терпения, да. И целеустремлённость, и такой внутренней вот силы. Очень желаю, чтобы они, чтобы у них всё в жизни получалось. И чтобы они по-настоящему умели и делали своих женщин счастливыми. Вот. Им тоже желаю искренней счастья. Хочу, чтобы все были счастливы. Вот что навеяла эта свадьба. Любовь и счастье. А сейчас я побежала к своему малышу, с вами прощаюсь, люблю вас, целую. Привет, мои хорошие, посмотрите, какая красивая, я не одна. Привет, привет. Карина со мной. А Карина, фотограф, между прочим, мы сыграемся на фотосессию. Я давно хотела поехать в Миржаново, да, называется? Ты знаешь, как туда ехать, всё, да? Ну, едешь ты, но я знаю, да, да. Ну, ты уже не первый раз-то. Вот, я там ни разу не была, давно хотела. И помню, Таня туда ездила. И много девочек уже там фотографировались, там очень красивое местечко. У нас идея сделать всё в таких нюдовых тонах. Я вот вроде бы, вот, ну, вчера была свадьба, вот я здесь, короче. Вчерашняя прическа, она очень хорошо держится. Я вот нашла, вроде бы, мне кажется, укладочку для моей стрижки. Пока не буду стричься. Вот, стоим на заправке. И, короче, мы отправляемся, потому что я такая капуша, ты меня долго ждала? Да, уже час. Договаривались, 15 на нулё, уже 20 минут пятого. Так, смотри, ты чё молчишь? Опасную зону, сейчас я всё уберу. Э, подожди. В общем, мы едем, я убрала всё, теперь ты в безопасности. Откидывайся, да. Постараюсь что-нибудь там поснимать. Во всяком случае, точно вам покажу местность, какие красивые места у нас есть в Ростове. Вы же не все знаете, я такая не путешественница. Так что постараюсь что-нибудь показать. Девочки, честно говоря, я не пойму, куда Карина меня затащила. Посмотрите, как я иду. У меня наитяжелейшая сумка. Карина тоже несёт вот там. Я её без работы не оставила. Реально. И она сейчас говорит, что будет какой-то невероятный спуск, который меня очень испугает. Мы идём, вот смотрите. Вот видите, как там красиво, море. А это море, да? Море? Обалдеть, я на море. Что-то я думала, что это какое-то озеро, может, или ещё что-то. Я на море, девочки. Я всё-таки вырвалась. Сюрприз. Ну, прикольно. Блин, а что у нас так близко море? Я не знала. Смотрите. Море! Вот, если оно море, обалдеть. Вот, надо быть мелким сюда приехать. На самом деле, не так далеко находится. Тридцать минут мы ехали. Ну, если я дома, то час. Люди гуляют. Солнце садится как раз для нас. Чтобы были красивые фоточки. Покупаются билеты. Билет стоит 150 рублей, по-моему. Очередь небольшая. Блин, я на море. Я поверить не могу. Спасибо, Карина. Вот, что значит ожидание реальность, девочки. Вот, когда ты ничего не ожидаешь, а просто вот, да, вот, какой сюрприз, какой подарок. Вот знала бы, что я там, ой, на море. Сейчас бы у меня были ожидания. Так, море, а ну-ка. Что за море, да? Никакой радости. Че, фу, море. А тут я вообще думала, что я на речку какую-то иду. Дон там, может быть. Ну, что-то я не подумала даже об этом, что мы на море. И вот вам, пожалуйста, счастье, радость. Праздник. Веселье. Жизнь удалась. Все, вот это весь спуск или еще круче будет? Да что ж такое. Так я буду море рукой подать. Смотри, уже трогаю. Карина мне рассказывает, что там и связь не ловит, короче. И говорит, ладно, спуститься, мы спустимся. Как ты будешь подниматься, я не знаю. Короче, она вообще никаких у меня впечатлений не крала с сегодняшней поездки. И вот удивляюсь, я маяк. Лавочки. А на этих лавочках мы будем фоткаться? Я хочу на каждом углу сфотографировать. Да, он пошел прямо на спускаться, а потом еще ниже туда помоем. Ай, ну нормально. Слушай, я думала, знаешь, у нас просто в Нижней Александровке есть такие спуски нереальные, где реально скалолазные. Нужна эта веревка, чтобы подняться или спуститься. Поэтому я сразу представила себе что-то типа того. А тут пешочком вполне нормально. Да, тяжело будет вверх идти. Ну, терпимо. Ради такого дела. Главное, туалетики, кстати, они где, наверху были? Ну, да, я думаю, он там может быть, что-то конец снять. Это было купальник взять. Ну, а вот сюда будет приехать, и сейчас в купальнике фотосессию сделать. Нет? Купаться нельзя? Прикольно, знаешь, когда на матрасе вот этот матрас белый, вот ты приняешь, типа ты просыпаешься на воде. Не видела? Нет. Так, надо замутить. Так, вот здесь уже идут песок, камни. Опасный момент. Выключаю камеру. Хотя, может быть, и не стоит, да? Вы хотите увидеть мое падение? Хотя кому-то, может быть, даже и кажется, что весь мой YouTube-контент – это одно сплошное падение. Хотя мне так не кажется. Только рост, только вперед, и все зашибись. Вот здесь маяк, смотрите, вот невеста с женихом. Вам, наверное, может не видно, против солнца фоткаются они. Вот маяк высокий. Ну, еще посмотрим. Так, мы идем более-менее приличной дорогой. Ну что, мы приехали. Вот оно море. Тут камыши. А Карина где-то нашла вот там местечко вроде. Надо дойти. Только мне кажется, что здесь змеи, девочки. Могут быть. Страшно. Вот сразу в море, видите, вход. Ну и вот оно море. Красиво. Так. Кто говорил, что работа блогера простая? Посмотрите. Все ради контента. Я устала. Уже. А самое главное еще впереди. Ну что, моя хорошая, мы половину съемки уже выполнили. Сейчас идем наверх. Карина, довольна? Да. Да, все прикольно. Мы уже смотрели. Некоторые исходники красивые такие. Да, я такая прям леди солидность сама. Сейчас пойдем вот туда наверх. Там видите, качелька. Чуть-чуть переоденемся. У меня, конечно, нет никаких ярких одежд. Я взяла все такое, знаете, вот бежевое. Но оказалось, здесь столько локаций. И хочется везде фоткаться. Вот. Короче, море там за мной. Птички, все дела. Не знаю, видно вам, не видно. Народу просто много. Все, мы идем наверх. Я пока что вот так выгляжу. Ботинки оказались очень классные. Я их заказывала. Ну, я показывала вам видео уже. Я в них буду еще галять осенью. Дошли. Нереально просто. Это еще не верх, девочки. Вверх вон он. А я уже такая вся. Я просто лодочку видела красивую. Сейчас вот тут пофоткаемся. Вот он, маяк сблизи, чтобы вы видели. Ну, мне нравится. Слушай, там еще в дом зайти можно. А что там? Ой, тут люди. Наверх можно подниматься, да? Вон, 100 рублей, да. А, 100. А что там наверху? Да, лестница. А так на площадку не выходит. На площадку? Наверх? На майке? Блин, а там прикольно фоткаться? Ты была там? Нет. Может, там прикольно? Сейчас. Ой, смотри, как красиво тоже. Ну, иди сюда. Иди сюда, посмотри, как красиво. Вот там вот встать. Нет, вот там, посмотри. Зайти туда. Красиво? Ну, да. Ну, там какой-то образ должен быть, другой, а не деревенский. У меня не деревенский. У меня, по-моему, самый... Ну, немного фэшн деревенский. Сейчас. Крохи мои. Я приехала домой. Вообще, отлично провела время. Я в этом Мержаново вообще теперь хочу всех же тащить, со всеми съездить. Я просто думала, что там совершенно по-другому. Там реально очень красиво, мило. Там можно провести пикник. Там можно реально пофоткаться. Там столько локаций, что даже вот нам не хватило вечера. Мы как раз-таки к вечеру шли, чтобы такая уже солнце село немного, да. И нам не хватило этого вечера для того, чтобы прикольно пофоткаться везде. Уже стемнело быстро. Поэтому обязательно хочу туда с Денькой пойти. Я бы и маму взяла, но ее так не вытащишь вообще из дома. К сожалению. Вот. Короче, скоро будут фотографии. Добавляйтесь в мой инстаграм. До свидания будет много. Классных, разных, в разной одежде. Я переодевалась раз, два, три, четыре раза переодевалась. Вот. Ну, примерно все в одной такой тональности, в одном таком стиле. Ну, вот, немного в разных одеждах. Так что я рада. Ну, а сейчас я покушаю, буду Денечку укладывать спать. Завтра нам должны, кстати, привезли. Видите? Та-дам! Привезли. Это две, две, два, господи, две тумбочки. А это стеллаж. Вот сюда. Сейчас покажу. Вот так вот. Наконец-таки тумбочки будут вместо вот этих вот непонятных стульчиков. Да, вот там. И стеллаж, стеллаж вот в эту сторону. Вот это я уберу. Здесь будет такой стеллаж красивый. Он идет от этого комплекта. Вот. И там тоже что-то красивенькое расставлю. Я хочу, чтобы, может быть, у меня что-то там подсвечивало. И чтобы это было таким дополнительным фоном красивым. Ну, мне хочется, не знаю. Вот. Так что завтра сборщики придут. Завтра еще брат приедет. Мы собираемся доделать там ролл-шторы довесить в спальню. А еще мне надо вообще-то ролл-штору докупить одну. Потому что вот она 60, правда. Я думаю, она большая. Мне нужно на 50 купить. А ты не можешь? Ну, отрезать, отпиливать. Может, это будет неровно, некрасиво. Поэтому, мне кажется, лучше купить новую. Надо бы подумать, как это сделать завтра. Всем доброе утро! Я проснулась. Причесочка моя, как видите. Шикарно выглядит. У меня еще есть один вариант укладочки. Щипцами, такими волнами. Хочу попробовать. Мне кажется, тоже будет хорошо. Но это вообще вот best the best. Решила не подстригаться пока. Пока похожу так. Мне комфортно, нравится. Сейчас проснулась, пью кофе. Мама дома. Вот. И что еще? Сейчас попью кофе и поеду за посылками. Брат сегодня должен еще приехать в 6 часов, не в 6, 17-30. У нас занятия сегодня по самообороне. Вон кривляшка моя снимается в фильме. Ну что, мои крошечки, настал тот день, когда приезжают сборщики. Буквально в течение 15 минут приедут сборщики и сделают, наконец-таки, мне полочки удобные. Не полочки, а тумбочки их, мать их, я все время забываю. И стеллаж. И будем смотреть, как оно красиво будет все смотреться, как я что-то поставлю. В общем, ждем их с минуты на минуту. Ко нам, ко мне, ко нам, к нам с мамой приехали. Родня, роднюшечка. Вот. Сейчас мама их будет тут, это, окормить, одевать, развлекать. Кто будет кофе? Я буду кофе. Тебе нельзя? Я тебя сделала очень слабенький. Вес, а ты будешь, ну раз уже жена согласилась, давайте, сделаю вам вкусняшку. Ой, кстати, прикольная. Угадай, кто это, мальчик или девочка? Девочка, правильно. Боже мой, смотрите, какая красота. Сейчас буду угощать. Брат банановый сплит выбрал, а невестка выбрала этот, макадамия орешек. Как красиво падает-то. Аж и мешать не хочется. Так, ну что, вот такая полочка теперь у меня. Это надо все. А что это такое, блин? Блин, я не углядела. Блин. Что-ка он приходил? А, это сптирается, блин, слава тебе, господи, же испугалась. Короче, вот такая вот стеллаж. Стеллаж, да? Он сюда прикрепился четко. Все, потому что это от этого шкафа стеллаж у меня. Вот такие большие, объемные. Не знаю, можно красиво что-то сюда поставить. Какой-нибудь подсвечники те же, да? Для которых пульт там от кондиционера, еще что-то. Чтобы Денька не брал наверх вот сюда что-то. Ну, короче, там что-то красиво подсветить. Когда я буду снимать, вам здесь крутится, например, да? Здесь может что-то светиться очень красиво. День, не прыгай, пожалуйста. Так, кровать у меня простыночкой заправлена. Не обращайте внимания. Полочки, тумбочки. Наконец-таки. Вот такие две тумбочки с двух сторон. Минимал, да? И они открываются. Блин, ну вот здесь кривовато. Ну, е-мое, блин, ну куда я смотрела? Я же все проверяла. А-а-а, блин. А, не, вот так ровно. А, это я не до конца закрыла. Боже мой, слава богу. Ну, короче, вот, просто нажатием открывается и закрывается. Ну, класс. Я вам не знаю, что ничего лишнего нет. Здесь будет водичка Денькина стоять, хоть спокойно. Там тоже светильник тот же. Розеточки рядом. Я как раз-таки розетки, видите, не продумала здесь, над тумбочкой. Вообще хорошо было бы. Я просто не знала, где у меня будет стоять. Для тех, кто не знает, я не знала, где будет стоять кровать. Поэтому я ее примерно, чтобы могла сдвигать вправо-влево. И примерно как-то и там, и там розетки у меня на разном расстоянии. Вот. Короче, вот такая красота. Теперь не буду ничего двигать. Теперь другой чуть-чуть фон, да, изменился. Картину сюда надо какую-то красивую повесить. Вот там дырку надо замазать. Вот там вот закрасить. Еще делов много разных. Коврик поменять. Здесь должен быть красивый коврик. Вот. И там я планировала зеркало большое, красивое, с светяшками. Короче, потихонечку все делаем. Кстати, кому интересно, где я заказывала, ну, какая модель именно, да, я на стеллаж, на свой шкаф, на вот эти тумбы. Оставлю ссылки под видео, чтобы вы не искали и понимали, какая модель. Вот. Короче, вот так. Ну что, мы пришли с тренировки. Что-то мы туда бежали, зашли в магазин, кстати, для дома. Еще взяли для дома. Сегодня я снимала как раз видео, что мы там взяли для дома. И в итоге я не знаю прям даже. Это тоже, наверное, надо снять. А может и нет. Потом, может быть, сниму где-нибудь. Так, покажу вам сейчас, чем мы тут взяли. Вскалку. Нет, включай. Включай, зайка, свет, включай. 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 Я? А ты что, не хочешь? Да. Короче, скалку взяла. Форму для выпекания торта, съемное дно. Вот. Потом взяли вот тортик, планирую сделать. Ну, там крем красиво выкладывать. Вот это мама настояла купить сито. Сито дриту. Это взяли мы, ну, для запеканки такое вот что-то там, не знаю, лазанью можно сделать, что-то такое. И взяли блюдо для торта, короче, она крутится, она крутится, красивая, прозрачная. Короче, вы еще, я думаю, увидите ее. Ну, может, что-нибудь еще даже на ней снимать, вертеть, крутить красиво для обзоров. Я прическу прям как у меня, да? И вот кусок соли, о котором я вам рассказываю. Ой, видите, как видно, Милка подрала. Но пока запрыгивала. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-кто-кто там? Мил, дверь закрыли. Девочку забыли. Заходи, конечно, как мы без тебя вообще никак не спать. Смотрите, как ловко Денька проходит. Вообще, у него уже левел 11 там. Короче, вот так вот лежим, отдыхаем. Сейчас Деня лабиринты попроходят немножко и будем спать. Время сейчас 15 минут, 10. Классно, да? Лететь, наслаждаюсь тумбочкой и полочкой тоже. Она очень красиво там, аккуратненько смотрится. Ее даже особо, ну, не видно прям. Не мешает она. Но как-то прикольно сделано. Ну что, мои хорошие, доброе утро. Сегодня утро... Я не доспала свое. Обычно я просто сплю, сплю и просыпаюсь вот уже сама. Когда вот хочу. Я люблю после того, как проснулась, я уже знаю, что пора вставать. Я еще люблю поваляться, понежиться и осознавать тот момент, что у меня есть возможность это делать. Что мне не нужно вскакивать куда-то и бежать. Что-то срочное. Вообще не люблю вот эти моменты. Ну, только если, конечно, там у меня не какая-то важная встреча или еще что-то, я тогда могу проснуться вообще еще раньше, чем требуется раньше будильника. Потому что очень переживаю, хочу, жду чего-то, да. Но это другое дело. А вот когда что-то надо, от тебя не хочется. И помню эти моменты, там, когда на работу, например, надо было вставать. Не всегда тебе с утра хотелось. Ну, когда, знаете, это один раз происходит, когда тебе надо встать, события, да. А другое дело, когда ты каждый день просто просыпаешься. А еще засыпаешь поздно и просыпаешься рано. Не люблю я, в общем, ран, поэтому всегда кайфую. После того, как проснулась, еще валяюсь минут 15. Могу полчаса валяться. Могу даже приснуть еще. А потом опять проснуться. А сегодня как-то вот разбудили меня звонком, и все. И уже и Денька тут как бы встал, и кошка уже начала за ноги кусать. Проснулась. Ой, готовлюсь вообще к дню рождения Денькиному. Пригласила девчонок, пригласила и сестру, и брата. Они у меня работают, их вечером пригласила. А девчонок, ну, чуть днем, наверное, вот. Может, часам к трем позову их. Короче, сегодня планируем поубирать в квартире, подготовить все, где, что будут дети развлекаться. Поубирать все лишнее, чтобы не таскали. Вот. О, не донежилась я. Так, сегодня у меня будет, смотрите, тост я делаю. Два тоста. Потом я намажу рикотта. Надо ее съедать. Но я ее еще не открывала, но у нее, по-моему, срок годности небольшой. Поэтому надо ее есть. Я ее намажу. Это диетическая рикотта. Хорошо мне как раз для похудения. Я ее намажу и сверху рыбку сделаю. Такой завтрак будет. Два бутерброда, ну, и кофе. В общем, вот такие бутербродики получились. Я пока делала, не удержалась, один уже начала есть. В общем, приятного аппетита и доброе утро. Так, ну что, мои хорошие. Сегодня я выхожу из дома так. Не успеваю накраситься, ничего сделать. Думала, что под этот костюм. Там, возможно, сейчас еще жарко. Я сниму вот этот вот пиджачок, да? Вас не смущает мой унитаз на фоне? Ну, потому что у меня всегда открыты двери, девчонки. Потому что, вот честно, я не люблю, когда у меня закрыты двери. Я бегаю с одной комнаты в другую. Чего вот это вот открывать-закрывать постоянно? Тем более ванна и туалет. Это первое. Второй момент. У меня кошка. Она ходит всегда в туалет, поэтому туалет всегда открытый, да? В ванну Денька тоже то побежит, то Милка. Ну, короче, они бегают туда-сюда. Я не закрываю. Только когда начинаю снимать, я закрываю двери. Типа они у меня все время закрыты. На самом деле все у меня все время открыто. Короче, вот. Пооткрывали двери шкафа. В общем, если там жарко, я сниму. Просто я думаю, что сюда пиджак больше всего подходит по образу. Вот. Мы идем с Денькой на занятия. Все разбросано у меня, как всегда, бардак. Так, вышли. На улице, в принципе, хорошая погода, но есть ветерок и люди вот по-разному. Кто-то в футболке, в майке прям выходит, а кто-то в куртке кожаной выходит. Вот. Ну и как я, да? Такая в пиджаке, туда-сюда. Ну, сейчас вот чуть-чуть потемнеет и будет уже холодно. Тем более мы там вон бегают, они веселятся, а потом распаренные выходят на улицу. Нужно тепло одеваться. Вот. Короче, скоро у Деньки день рождения. Я этот влог планирую вот сегодня, сейчас с вами вечер проведу. Я собираюсь купить там кое-что, короче, попробовать кое-что сделать. Но не обещаю. Я буду смотреть на свои силы. Я в любом случае все куплю, когда-то это сделаю. Но не знаю, к завтрашнему дню или не к завтрашнему. Приготовить кое-что хочу. Вот. Но постараюсь сегодня. Не знаю, у меня уборки очень много. Короче, посмотрим. Сейчас мы едем на развлекашки, потом в магазин, потом домой. И я буду вот убирать и готовиться, и смотреть. И уже потом новый влог начну. День рождения. И в день рождения... День рождения. День рождения. Короче, крошки мои. Короче, крошки мои. Я собралась Денни испечь торт сама. Торт называется Анечка. Это старинный рецепт. Старинный рецепт, короче, мама говорит, очень вкусный. Тетя Надя моей, жене моего двоюродного дяди Алика. Вот. И мама говорит, что она всегда вкусные торты пекла. И скинула мне два рецепта. Один посложнее, в плане, что дольше делать, больше заморочек, да. Ну и там и крем такой прям весь, 4 пачки или 3 пачки. Там масло нужно жирновато немножко. Но так как я все делаю в последний момент, по-другому не могу, да. Я решила сделать второй вариант, который попроще. Он такой более сметанный. Там крем сметанный. Я очень люблю, кстати, сметанная тема такая, да. Ну и там три коржа. Попроще все делается. Сейчас Денька лег спать, завтра уже ко мне придут гости. И я вот сейчас прям планирую сделать этот торт. Как-то есть у меня силы, желания, как-то хочется удивить, да. Потому что я ничего не готовлю. Я завтра буду суши заказывать, там пиццу, посмотрим, что как. Компот еще хочу сварить. И вот сделаю тортик сама. Вот мама скинула мне этот рецепт. Вот я сейчас по нему делаю. Короче, 100 грамм сливочного масла. 100 грамм меда мы сейчас сюда добавим. Одно яйцо. И стакан сахара. Все перемешаем. Это мы сейчас тесто готовим. Я хочу сейчас сделать прям вот точно, как делается по рецепту. Я буду использовать сахарный песок. Я думаю, большинство из вас его до сих пор используют. Ну, я как бы уже сахарозаменитель. В следующий раз я буду делать сахарозаменителем. Возможно, даже я повторю этот тортик уже с другой мукой. Обычную муку сейчас буду использовать, да. Просто как бы я знаю, что этот торт вкусный. Раз мама говорит, он вкусный, значит, он вкусный. Я хочу сделать его прям конкретно, как он есть по рецепту. Но потом я изменю. И, возможно, сниму тогда уже в свою рубрику. Просто я сейчас, видите, ну как, это я в влог могу такая лохматая туда-сюда. А тут новая рубрика, первое видео. И я не могу в таком виде его снимать. Плюс я еще тихо говорю, потому что Денька спит. Поэтому вот здесь я вам расскажу этот рецептик. Это вообще, честно говоря, мой первый торт в жизни. Так что сейчас. Маслице я решила растопить немножечко. Поставила на 180 градусов, да. Ну, то есть вообще на минималочку. На одну минутку, чтобы оно как бы размягчилось. Оно не топленое должно быть, оно должно быть мягкое, наверное. Я думаю, так. Ну вот, смотрите, как хорошо получилось. Вот такое вот оно. Мягенькое. Супер. Супер-пупер. Девочки, тут в последний момент обнаруживается, что у меня сахара всего один стакан. Короче, у нас будет в два раза меньше сахара в нашем тортике. Я полстакана добавлю сюда, в тесто. И полстакана оставлю для крема. Так. Очень вкусно, кстати, пахнет. Мед придает такой аромат какой-то. Теперь мне нужно взять 100 грамм. Так, 100 грамм грецких орехов. А, нет, 20 штук грецких орехов. Точно. 20 штук. Это будет на тесто 20 штук мы добавим. И еще в крем тоже добавим. 20 штук. Сейчас мелко измельчим. Добавим сюда. Два с половиной стакана муки. Еще нужно сюда. Соду, гашеную уксусом. Но вместо этого мы будем использовать разрыхлитель. Написано, что один такой пакетик рассчитан на 500... Ё-моё. На 500 грамм. На 500 грамм муки. Один пакетик на 500 грамм муки. А, на два с половиной стакана где-то, наверное, уже 500 грамм. Короче. По пакетика сюда фиганула. Я думаю, не страшно. Вообще, раньше я гасила тоже соду уксусом. И, кстати, если чуть-чуть переборщить, то будет отдавать содой. Вот. Поэтому я ее давно не использую. Она у меня есть. Но что-то никак сейчас заморачивается. Проще вот сухое что-то закинуть сюда и все. Ну, в общем, сколько кинула, столько кинула. Время 12 часов ночи. Я измельчаю орехи. Короче, я их не так сильно мелко измельчила. Можно было и помельче. Я решила бросить все 130 грамм. Потому что там по 20 штук написано. Только я не поняла. Целых 20 штук или половинок. Короче, я высыпала все. Разделю на две части. Просто часть пойдет в тесто, часть в крем. Так, ну что. Я поставила первый коржик. Ну, честно говоря. Короче, у меня получились вот такие вот небольшие абсолютно. Ну, на три части мы делим. И раскатываем. Во-первых, они рвутся. Вот такое оно, да. То есть я раскатываю. Пытаюсь его поднять и положить на противень. А оно рвется. В общем, я сказала маме. Мама говорит, ну да, оно бывает такое. Поэтому ты его там примерно раскатай. А на противень уже разложи. Ну, я так и сделала. Уже до того, как она даже сказала. В общем, пока у нас запекается на 180 градусов. Сделала вот так вот вверху. И внизу мама сказала, вот так надо запекать. Пока поглядываю. Тут каждые три минуты бегаю. Просто не знаю, сколько ему надо запекаться. Пока подрумянится. Я смотрю, немного поднимается. Такое вот пушится. Буду делать крем. Кстати, для крема пишут, что понадобится холодная сметана. Наверное, надо будет, чтобы он остыл. Остыли пышечки эти. Вот. А потом, наверное, точно. Их сначала выпеку. А что, крем недолго делается. Там еще глазурь делать надо. В общем, пусть выпекутся сначала эти коржи. Так. Крем вообще легко делать. Стакан сахара. Стакан сметаны. Но я думаю, что вот это у нас здесь стакан сметаны. Да? Сколько здесь у нас грамм? А, здесь 300 грамм. Ну, короче, чуть-чуть оставить. Как бы почти 100 крема надо. Я люблю новый крем. Можно всю, наверное, забахать. Так. Ну что, первый коржик у нас получился. Вот такой вот. Мне кажется, тортик будет очень маленький. Это реально вот прям... Я думаю, если понравится, он моим гостям. Они будут ждать следующего какого-то мероприятия, когда я снова приготовлю этот тортик. Потому что он очень маленький. Это чисто на зубочек всем попробовать. Но у меня уже не сахара нету. Точнее, сахара нету. И надо было и больше орехов брать, и больше меда брать. Но буду иметь в виду. Ну, ничего страшного. Маленький. Главное, чтобы был очень вкусный. А сейчас, смотрите, я сметану. Стакан сметаны смешала с половиной стакана сахара. Чуть меньше наполовину. Чуть-чуть этого сахарозаменителя. Вот. И засыпаю сюда орехи. Теперь оставшиеся. Вот. Все это перемешиваю. Сказала маме, что очень жидкий крем какой-то получился. Как будто просто сметана с сахаром перемешалась. Мама говорит, что крем должен быть воздушным и взбитым. Короче, сказала мне поставить на самую минимальную скорость и, в общем-то, взбивать, пока он не станет воздушным. Ну, я тоже думаю, что крем должен быть густоватым. Короче, девочки, взбивала я, сметану взбивала. Я, мне кажется, должна была сметану взять побольше. Просто в рецепте у нас не указано, какой жирности должна быть сметана. Может быть, домашняя, там, знаете, не знаю, короче. Я 15% взяла, но мне кажется, надо было больше брать. Она нифига не густеет. Ну, не взбивается какой-то крем какой-то, да, чуть-чуть. Она как бы так загустела капельку, самую малость. Ну, не суть. Оставим так. Так, корж один готов, сейчас второй уже на подходе. Здесь у меня что? Здесь у меня 5 столовых ложек молока, 3 чайные ложки какао и полстакана сахара. Но у меня полстакана сахара не было, поэтому у меня где-то 1 третья стакана сахара и там пол чайной ложки сахарозаменителя. Сейчас это все на медленном огне варим, пока оно все растворится и загустеет. Это будет глазурь, которой мы будем покрывать верхний слой коржа, третий сам. Девочки, я делаю коржи на бумаге, поэтому легко коржи эти снимаю как бы с бумаги, и они остывают. Чуть-чуть вот показываю, девочки, смотрите, вдруг кто не понял, да, как я это делаю. Я вот, видите, чуть-чуть раскатала, просто когда вы берете, оно начинает рваться. Вот я чуть-чуть раскатала, положила на середину, и сейчас так вот пальчиками просто распределяю. Мало ли кто-то будет тоже, как я первый раз печь. Вот так вот я его весь распределила и все, отправляю в духовочку. Вот такой он потом у меня влазит. Вот такая получилась у нас глазурь, густая, 15 минут 2, глазурь готова. Сейчас чуть-чуть подостынет, и написано, что в теплую глазурь добавить 1 столовую ложку сливочного масла. Я уже его достала, чтобы оно было такое растаявшее чуть-чуть. Ну что, коржи мои остыли. Один, второй, третий делается. Я думаю, что эти два уже можно намазать. Третий все равно мы мажем глазурью. Кстати, уже, наверное, пора в нее. Сливочное масло бросит. Все вмешала, размешала. Все хорошо. Так, налила я сначала в середину, потом распределила. Как бы, ну, не сильно у меня тут капает все. Вот тут чуть-чуть покапало, потому что сама пышечка неровненькая. Но я думаю, оно должно все, как бы, пропитаться, я надеюсь. Теперь я беру вторую, она тоже у меня уже остыла, кладу ее сверху. Вот так вот. И оставшиеся сейчас на нее все вымажу. Ну что, я сейчас как раз-таки вот эта вот масса, которая там, да, она вся пошла вот так вот на торт толстым слоем. Я еще по бокам его вот так вот весь промазала, в надежде, что он весь пропитается вот. И все-таки это станет мягеньким таким. После всего этого раздрая заправляю посудомойку. Та-дам! Та-дам! Так, в общем, вот такой получился тортик. Но я не я, если здесь не напишу имя своего сына. Я решила бананом его здесь выцарапать. Сейчас, короче, напишу, посмотрите. Я надеюсь, до завтрашнего утра банан не потемнеет. В общем, вот что получилось. Пусть это будет, конечно, такая топорная работа, я бы сказала. Но это просто от такой души, если честно. И 4 года Дэйниных я запомню. И надеюсь, он запомнит вот этим моим шедевром. Первый торт в моей жизни. Я пекла пироги, такое же, ну, как бы даже неполноценные такие пироги. Вот шарлотка, да, это, наверное, не считается. Мы все это делали. Но вот так, чтобы сама приготовить торт. И так, чтобы надпись сделать. Креативщик просто. Ну все, остыл уже тортик. Надеюсь, правда, с бананчиками ничего не станет. Вот если бы яблоком выложила, то яблоко бы потемнело. Но здесь вот все останется. Отправляется наш тортик в холодильник. Время без 10,2. Я управилась практически за пару часов, да. В принципе, достаточно быстро готовится. Когда уже знаешь, я думаю, еще быстрее можно. Ну, главное, что коржи вот эти пропекаются и все. В общем, посмотрим, как будут реагировать мои гости. А все это мы узнаем, конечно же, во влоге дня рождения Дэнни. На сегодня я с вами прощаюсь. Интрига. Всем пока-пока, люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok